Всем привет, это Миша и сегодня мы прогуляемся по Фениксу, столице штата Аризоны. Ну и начнем мы с мемориального парка штата и посмотрим там дальше на Капитолий штата. Ну что, здесь сразу мы видим имена, имена людей, которые... Так, нет, это временная капсула, в Америке это дело любят, а это... Так сходу не подписано, ну, есть такое чувство, что это какой-то военно-морской мемориал, вот. Но не подписано, ну, наверное, это люди, которые, может быть, служили во флоте и погибли. Опять же, там на самом деле был еще якорь, против солнца, если будет видно, да, видно. Вот, надо пошел, а там, значит, спал бомж, меня не стал вам беспокоить. Вот, у него там было много чего разложено, поэтому точно мы не узнаем. Ну, наверное, а, ну вот, значит, вот эти два орудия, одно с USS Аризона, другое с USS Миссури. Вот, и вот эта вот линия из известняка, она символизирует павших во Второй мировой войне американских солдат. Вот, и, соответственно, в каком масштабе, вот написано, что 400 дюймов длина этой штучки. И, соответственно, каждый дюйм, он представляет тысячу погибших. Ну, то есть, вот, соответственно, вот эта вот линия, это символизирует погибших солдат США во Второй мировой войне. Так, пошли дальше. Так, ну вот это тоже, нет, это уже, значит, как я понимаю. Так, с одной стороны, там флаг морской пехоты, флаг Аризоны, флаг еще чего-то связанного с Аризоной. Флаги по краям, это в память о павших, этих, миссинг-энэксинг, попавших в бездну вести во время войны. Так, ну, в общем, еще один мемориал. Так, идем дальше. Вот, птичка такая интересная ходит. Так, там, ну давайте я приближу просто. Я уже, на самом деле, через парк-то прошел. Вот, там, значит, мемориал в честь тех, кто служил на подводных лодках. Вот здесь, вот этот большой мемориал с таким вот мужчиной представительным. Это павшим, ну, полицейским и другим, значит, стражем правопорядка. У этого мужчины там уже звезда шерифа. Вот. Так, ну, а мы пойдем в эту сторону. Так, ну, вот еще, еще один памятник такой интересный. Значит, ну, понятно, я думаю, тоже тут видно должно быть. Это пожарные. И там, как я понимаю, рядом шахтеры, горняки. Вот. Ну, можно, соответственно, сделать вывод, в чью честь этот памятник. Памятник. Так, значит, стандартная такая классическая американская надпись. Freedom is not free. Свобода не бесплатная. Вот. Висит флаг Южной Кореи. Так что я подозреваю, что это связанный с Корейской войной. Мемориал. Ну, сейчас пойдем поближе посмотрим. Так. Эта штука. Даже не знаю, что это. Давайте посмотрим. Да, это колокол такой интересный. И он посвящен тем жителям Аризоны, кто отдал своей жизни в Корейской войне. Как, собственно, я и предполагал. Так. Красивый такой колокол, да? Не знаю, что это. А, ну, это какое-то животное. Дракон какой-то, не знаю. Кусочек. В общем, интересная. Интересная штука. Вот такого не часто встретишь. Обычно как-то оно более такие простые, что ли, да, традиционные. Мемориалы делают. Так. Идем дальше. Значит, Gold Star Families Memorial Monument. Значит, что такое Gold Star Families? Давайте посмотрим. Хороший вопрос. На самом деле, подозреваю, что это речь идет о тех, кто, собственно, о семьях погибших в войне. Вот. Так. Значит. Вот. Вот это вот прям классика американского, скажем так, американских мемориалов. Вот. Это, ну, конкретно речь про войну с терроризмом. И вот эта вот инсталляция в виде ботинок, автомата и каски. Это прям классика. Это такой американский символ для павших. Так. Здесь Desert Storm. Ну, понятно, операция «Буря в пустыне». Так. Вот это интересно. Это памятник католическому, насколько я понимаю, священнику, миссионеру. При этом кто-то сюда принес флаг одного не совсем признанного государства. Скажем так, что немножечко странно. У этих ребят вообще с католиками довольно интересная история взаимодействия. Так. Ну, вот мы подошли поближе к памятнику павшим, значит, полицейским. Вот. Давайте приближу. Вот такой вот с усами, звездой шерифа и шляпой. Товарищ, ну, все, классика Аризоны. Хотя у меня тут на днях, ну, буквально вот прошлый день от записи этого видео меня... Даже не остановил, ко мне подошел полицейский, подъехал. Я летал на дроне, а он подумал, что я поломался. Вы знаете, он не... Хотя он был из офиса шерифа, отдела шерифа, да, он не носил ни шляпу, ни... Ну, звезда на лохотипе-то была, да, ладно. Звезда была. Но усов не было. Усов не было. Так. Purple Heart. Ну, это те, кто были ранены в бою. Это медаль известная, да. Так. Ветераны битвы в Бельче. Честно говоря, если бы это было по-русски написано, я, может быть, бы понял, про какую битву. По-английски что-то не воспринимаю название. Так. Вот, пожалуйста, памятник этим животным, которые служат в полиции, ну, собакам. А вот она собака. И вот эта собака тут, видимо, нашла всякое. Не знаю, коробки валяются. Так. Ну, давайте. Здесь такая какая-то площадь. Наверное, или здесь, может быть, какие-то мероприятия торжественные проводятся. Ну, видимо, так. По крайней мере, вот тут прокатные самокаты стоят. Самолет летит. Самолет здесь прямо рядом, в общем-то, аэропорт Феникса. Поэтому самолеты прилетают регулярно, аэропорт большой. Так. А ветераны Вьетнама. Вот это. То есть, ну, я так понимаю, имена тех, кто погиб. Ну, вот. Такой мемориал. Вот они. Десять поправок Конституции, которые, собственно, составляют беля правах. Вот. Вот они здесь. Показаны. На самом деле, очень прикольно. Такого я не видел нигде больше. Ну, наверное, говорится, не везде был. Ну, вот, пожалуйста, прекрасно. И вот вам и про жюри присяжных. Вот. Все здорово, да. Важные поправки. Все важные, но как это? Есть более насущные, на данный момент есть менее. Вот она, вторая поправка. Как бы всегда приятно на нее посмотреть. Вот. И, собственно, первая поправка. Свобода слова. И еще очень много всего с ней связанного. На самом деле, не только свобода слова, а и религии, и так далее. Памятник очень интересный. Он посвящен, значит, Навахо Code Talkers. Значит, в чем идея? Это люди, соответственно, коренное население США, они использовали, собственно, свой язык на базе него, вернее. Да, где какой-то код был, и он не ломался. То есть, они могли во время Второй мировой войны тем самым передавать сообщения. И в результате сообщения не могли быть расшифрованы, ну, немцами, японцами и так далее. Вот. На, в основном, Тихоокеанском театре военных действий это использовалось. Ну, опять же, Навахо – это один из крупнейших индейских народов. Вот. И, соответственно, на территории Аризоны, как бы, и еще нескольких статов рядом находится крупнейшая резервация Наваха Nation. Ну, давайте, здесь еще несколько интересных памятников есть, в том ряду, в какой мы не стали сейчас идти. Ну, вот, да, вот, кстати, вот еще пример. Вот, пожалуйста, конкретное военное подразделение. Бушмастерс – это Ретлснейк на логотипе. Прямую часть изменят. Вот, так. Аризона Workers Memorial – значит, памятник рабочим Аризоны. Так, а это памятник женщинам, первым переселенцам в Аризону. Ну, вот, тоже, в общем, хороший памятник. Так, да, ну, вот он, пожалуйста, здесь есть естественно. Ну, на самом деле, не естественно, не всегда и не очевидно. Но, наверное, для Аризоны это более очевидно. Десять заповедей. Вот, как бы, десять поправок Конституции мы видели. Вот, пожалуйста, десять заповедей. Так, вот большой конный памятник. Человеку по имени Исебио Франциско Кино. Значит, ну, здесь в двух словах написано то, что он вообще сыграл большую роль в укреплении дружбы между Сонорой. Это к югу, собственно, мексиканский штат и Аризоной. И подарена статуя была именно мексиканцами. Ну, наверное, подробнее, если хотите, в Википедии можно будет почитать. Наверное, человек достаточно знаменитый, не слышал. Но, опять же, как бы, в Америке очень много, как бы, местной истории. Да, и там ценятся местные, как бы, люди, сделавшие большой вклад. А поэтому, там, понятно, не живя в Аризоне, не изучая историю Аризоны, непосредственно, да, я про этого человека мог и не слышать. Вот. Ну, и вот, собственно, подходим к Капитолию. Так, вот, прямо перед Капитолием, да, памятник лейтенанту Франку Люку Джуниору, погибшему в 1918 году. Он воевал в Первой мировой войне и за, значит, экстраординарную храбрость, вот, и, значит, службу ему, вот, такой памятник воздвигли, прямо перед Капитолием, главное место в штате, можно сказать. Так, ну, вот, естественно, Аризона, вот, вы идете по дороге, на вас тут кактус смотрит, да. Ну, и вот, собственно, Капитолия и Аризоны, а здесь, опять же, да, там, такая просто, как бы, памятник различным героям военным, так, в целом, глобально, вот, без уточнений поименных. И вот, смотрите, вот он Капитолий, старое здание, а здесь, значит, пристройки, с одной стороны, House of Representatives, нижняя палата парламента штата, с другой стороны, State Senate, соответственно, верхняя палата парламента, вот. Ну, понятно, как бы, в Техасе, например, там Капитолий огромный, там они все до сих пор в одном здании сидят, ну, а здесь, вот, пожалуйста, отдельные два здания рядом с Капитолием. Перед тем, как уехать, собственно, из этого парка, вот еще интересно, ну, вот такие, значит, щиты, посвященные столетию образования национального парка Гранд Каньон, они по всему штату есть, с одной стороны, как бы, да, с другой стороны, немножко странно, там, да, как бы, Гранд Каньон, ну, он формировался миллионы лет, там, да, наверное, или сколько там, сотни тысяч, как минимум, а тут, значит, вот, 100 лет, ура, как бы, немножко, немножко странно, ну, ладно. Вот, вот, а вот тоже интересный такой, ну, небольшой мемориал, вот, в память о жертвах преступлений, вот, тоже довольно интересный, по-моему, я такое уже несколько раз видел, но тоже не часто, и интересная, как бы, да, интересная, поинт, что называется, позиция, да, так, такой памятник установлен, он, значит, офисом, наверное, там, правильно будет сказать, окружного прокурора, собственно, округа Морикопа, вот, ну, и вот вокруг, опять же, правительственные здания различные, то есть, вот, пожалуйста, просто, ну, какой-то, Arizona State Building написано, вот, на здании, ну, то есть, какое-то здание, там, что-то, вокруг я ездил, там, разные здания, ну, там, департамент транспорта, в общем, ну, много подобного, стандартный набор, как бы, да, различные госучреждения уровня штата. Маленькая поправочка по Капитолию, значит, ну, как бы, то здание, оно, вроде как, уже как музей, а вот именно такое административное здание, это вот это, оно за тем старым зданием находится. Так, ну что, вот мы приехали в центр Феникса, даунтаун, здесь дорогая парковка, полтора доллара в час, вот, у меня сколько мелочи было, ну, может быть, там, приложением, еще чем-то попробовать заплатить, но, как бы, мелочи накидал, на полчаса хватит, так что у нас с вами полчаса. Кстати, на счет приложения, кстати, не знаю, потому что что-то я тут, не, ну, вообще, зона есть, да, Pay by Up, да, на том, видимо, не было, а тут Park Mobile, это стандартное такое приложение, в многих городах используется. Вот, и сразу, кстати, вот, начиная с парковки, прямо, согласитесь, в большом городе, в самом центре у вас, вы можете позволить себе вот такую парковку, да, то есть, вот с такими промежутками, это, это сильно, это сильно и несколько неожиданно, я бы даже сказал, но, что, хорошо, вот, опять же, посмотрите, какой зеленый город, да, деревья везде на такой улице, казалось бы, ну, в общем, неожиданно, да, неожиданно, потому что это очень южный город, очень сухой город, Аризона, это место с запредельной жарой, особенно южная Аризона, да, низкой влажностью, это пустыня, но, как бы, там, где люди уже себе облахородили место для жизни, да, они как раз-таки пытаются сделать то, чего может быть в городах, где даже эти деревья росли бы, скажем так, с меньшими трудозатратами, да, этого не делают, а здесь, пожалуйста, о, кстати, смотрите, мусорка для сбора мусора, и я не знаю, мое видео про машину, про BMW X3, на которой я езжу, ну, как бы, на момент выхода этого видео, она уже будет или нет, но, мне надо было выкинуть коробки, которые у меня жутким образом лежали перед пассажирским сидением из-под воды, я не знаю, куда я их выкинул, теперь не придется на заправке запихивать в маленькую мусорку, которая там около колонки, отлично, вот, ну, что, касаемо архитектуры, смотрите, довольно, я бы сказал, приятная такая архитектура, скажем так, я не знаток, я, как это, могу только говорить, нравится, не нравится, про архитектуру, я могу сказать вам, что то, что я вижу здесь, мне нравится, вот, ну, идем дальше, так, это, это какое-то развлечение, связанное с Хэллоуином, но, как это, в Америке, люди в белом, в белом, такие, в белом на Хэллоуином, это всегда такая, знаете, двойственная ассоциация, вот, так, какой-то дом, видимо, живой дом, апартаменты, вот, не знаю, если там будет название, и если они сдаются, мы потом посмотрим, сколько они стоили, сколько они стоят, вернее, суббота утро, то, что здесь очень-очень пусто, это нормально, соответственно, все эти кафе, рестораны, они еще банально закрыты, но, понятно, что они здесь вот есть, Феникс не самый большой город, поэтому и этот, ну, деловой центр здесь тоже не очень большой, смотрите, какой товарищ сидит, мне нравится, и при этом, видите, осталось место на лавочке, как бы, сесть рядом с ним, и опять же, знаете, как вот часто делают в городах, чтобы люди не сидели, ну, не спали, да, чтобы бомжи не спали, вот, соответственно, вот такой разделитель, может быть, и для этого, может быть, просто арт-объект, без задней мысли, вот такой робот что-то читает, окей, интересно, так, значит, там вот указатель, что там на различные спортивные мероприятия проходят дальше, ну, в Фениксе есть несколько больших спортивных команд, вот, так что тут неудивительно, вот, ну, вот, на самом деле, да, то есть, вот, посмотрите, вот там видно какое-то здание, с надписью BMO, да, и все, вот, собственно, мы смотрим сюда, вот он, вот она вся ширина, так сказать, делового района, то есть, буквально там ширину, там, ну, 4-5, может быть, 6 кварталов, и, ну, опять же, это не Нью-Йорк, это не Даллас, это не по высоте, там, да, здание, не имею в виду, по, не Миннеаполис даже, например, Миннеаполис, кстати, вот, производил впечатление на порядок такого более масштабного города, хотя, если по населению, посмотрите, я не знаю, потом вставлю на монтаже, сколько в Миннеаполисе, сколько здесь, вот, но, потому что, вообще, в принципе, большой город, по крайней мере, мне всегда так казалось, и аэропорт здесь большой, и, да, видимо, видимо, как-то здесь все размазано, в центр не всех пытаются залезть. Какой-то тайский ресторан, go vegan, ну, веганский ресторан, а вы что хотели, это, это город, большой американский город, здесь очень много, очень странных людей, вот, я могу, опять же, понять вегетарианцев, я не могу понять веганов, ну, то есть, я могу понять, но, по-моему, они уничтожают свое здоровье, скажем так. Ладно, а, значит, вот еще такие высокие, относительно высокие дома, опять же, смотря с чем сравнивать. Гавайское барбекю, ну, окей. Это Эльза, ну, короче, что-то там мексиканское. Так, Данкен Донатс, Данкен Донатс открыт, ну, в принципе, понятно, кофе с утра люди пьют. Так, красный свет, а вот, о, какие интересные медведи. Слушайте, прям, прям интересно, интересное здание, вот, ну, и здесь тоже вот эти две башни такие, вот, и там, вот, дом, это уже, как это, такое что-то старое, да, но, опять же, да, вспоминаем, какие старые небоскребы в Нью-Йорке, да, и смотрим вот на этот вот домик. Там иногда в сельской какой-то части Техаса такое, можно встретить, ну, что-то же такое, а что-нибудь раза в два повыше. Ну, вот, смотрите, автобус, гармошка, значит, общественный транспорт вот есть, ну, опять же, понятно, в центре есть вопрос, насколько он удобен в целом для тех, кто хочет им пользоваться, потому что, одно дело, он ходит по центру, да, насколько там, условно, из, там, условно, пригорода можно сюда добраться, или хотя бы как это, какого-то, скажем так, частного сектора, да, там, где живет большинство американцев, ну, и в Фениксе, я думаю, это не исключение, вот, ну, вот, какой-то старый отель, Сан-Карлос, исторический, да, наверное, правильнее говорить, не старый, да, вот. Дорога перекрыта, что-то ремонтируют, ремонтируют, ремонтируют. У нас есть 8 секунд, 6 секунд, 5 секунд, чтобы перейти, но мы успеем, так. А вот, кстати, тоже довольно такой интересный дом, довольно старый, но, опять же, по высоте-то, как это, в сравнении с тем же Нью-Йорком ни о чем, но, как минимум, кажется, хоть что-то, да. Понятно, что, честно говоря, кто мог переезжать в Феникс во времена до кондиционеров, мне страшно подумать, потому что, когда у вас кондиционер в машине, кондиционер в доме, кондиционер в офисе, на улице 45 градусов тепла, в принципе, вам норм, как это, короткими перебежками, через парковку, там, туда-сюда, можно жить, вот. А когда у вас кондиционеров нету массово, нигде, смелые люди были те, кто переезжал в Феникс. Лучше я могу сказать, я бы на такое не решился. Ну, а вот, пожалуйста, новое современное строительство, вот, и, так, ух ты, что-то такое интересное, как бы, весов-драйвинг машина или еще что-то ехала, да. Ладно, вот, новое строительство, как видите, не пытаются построить там 50-этажное здание, да, даже сейчас, ну, в общем, довольно такая скромная этажность, несмотря на то, что это центр города. Ну, что, да, это центр города, вот, как я только что сказал, вы что хотели. Такое здесь тоже есть, но, опять же, знаете, голуби, конечно, можно сказать, что они летающие крысы, но, если я вижу на улице голубя, мне как-то приятнее, чем когда я вижу на улице крысу. Не знаю, как вам. Так. Вот, опять же, дорожные работы какие-то. Еще один другого цвета самокат, видимо, другая фирма. Так. Ну, вот, я даже не знаю, есть ли смысл, есть ли смысл идти дальше, потому что там, ну, вон, вдали какая-то стройка какого-то здания, а сейчас я даже не знаю, я пойду, вы знаете. Ну, я пойду, значит, назад, наверное, потому что, опять же, плюс-минус, мы прошлись вот, ну, чуть ли не, ну, не по всему, но по значительной части, скажем так, центра Феникса. Так, а вот она опять, эта машина, и вы знаете, что интересно насчет этой машины? В ней никого нет за рулем. А вот сзади кто-то сидит. Очень интересно. Но если они сзади сидят... Она не верит, что это такси. Кстати, что интересно, это Ягуар. Это... Я не могу опознать это, что за Ягуар. Ну, ладно. Короче, что-то это интересное. Что касается людей без определенного места жительства, то, конечно, в Фениксе их довольно много. Я катался, естественно, не только по центру города. Вот, и там их много. И здесь вот тоже, я не знаю, на ласках в нескольких местах сразу увидите людей без определенного места жительства. Ну, такие проблемы, они характерны для южных городов, наверное, в первую очередь. Ну, и вот буквально на окраине центра, да, так сформулируем. Вот, пожалуйста, я сейчас попробую угадать старая католическая миссия. Во-первых, я, честно говоря, не знаю, что это, но по архитектуре, внешнему виду и так далее, да, можно предположить именно это. Ну, а вот так выглядят жилые районы Феникса. Феникса, скажем так, недалеко от центра города, по крайней мере. То есть там, где не то, что все частные дома, а какие-то есть и апартмент-комплексы. Ну, вот как, например, тот, что справа от нас сейчас. Вот, в целом, конечно, если забыть на секундочку, что здесь очень-очень-очень жарко летом, то жить, наверное, в Фениксе можно. Ну, и на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok